Я сразу объяснил, в данном случае какие-то хотения либо не хотения, это есть внутреннее желание. Однако все участники судебного судопроизводства, их действия, права и обязанности, закреплены в УНО на процессуальном кодексе. Однако, если вы ему как сейчас слышали, вот она не хочет. В данном случае нет такого не хочет. 262-я УПК Украины регламентирует четко, что обвиняемый, подсудимый, в частности подсудимый Тимошенко, обязан явиться в суд и давать какие-то пояснения. В противном случае это будет как раз нарушение права на защиту. Однако Власенко, как всегда, если вы слышали, в том числе он месяц все время говорил. Мы попытались опять же людям объяснить, что это вранье. Спецслужбы, ее вывезут, бедную несчастную, готовят там вывезти, чуть ли не убить. Однако, мы опять же, адвокат для адвоката, юристы, это недостойно вообще говорить о каких-то, ну вы поняли, или утверждениях, без наличия доказательной базы. То же самое, как закон о прессе говорит, что в данном случае информация, преподносимая журналистам, должна быть чем-то подтверждена, да, ну какими-то материалами. Мы слышим, ее вывезут, ее вывод, прошу месяц, и он все равно это преподносит на камеры, преподносит для людей. Простой же человек, он не знает законов, он не видит того, чего происходит, он, ну не в силу, там, вы поняли почему, для этого вывод. Ну, я попросил, уважаемые журналисты, необходимо второе мнение, да, в соответствии с законом о прессе. Вообще, в принципе, надо освещать с юридической изначально точки зрения, да, ну, на нормальных СМИ всегда был, должен быть юрист, да, который для того, чтобы не было исков и так далее. Должен говорить, ага, со стороны закона там, то-то, 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 регламентируется таким-то, таким-то образом. Однако, вот это то же самое, как Юлия воли и Юлия здоровья. Здоровья же не прибавится, нужно лечиться. А если человек не лечится, то виновата, вы поняли, не вы, не спецслужбы, не президент, который многим пусть и не нравится, это право же на мнение человека, да. Но вины в этом нет, это есть вина, вы поняли, непосредственно от того человека. Если человек не лечится, то и здоровья же не будет. Если человек хочет, чтобы он не присутствовал в судебном заседании, необходимо нормами упакать. Тяжесть болезни. И не более того, тяжесть болезни опять как? Пройти медобследование. Если ты медобследование не проходишь, то такого же и будет вывод. Последнее, самое как бы главное, Юлия воли, я понимаю так, если я не виновата, я приду, Тимошенко, в суд и дам какие-то свои пояснения. То он такое-то, или сделает такое-то. Подпись подделана не мной, а роспись там, ну вы поняли, это как бы кратко аналогия провожу, да. В данном случае есть разные способы защиты. Есть как бы активная защита. И тут выбранная схема защиты со стороны Власенко, изначально она подвергает его защищаемую, подсудимую Тимошенко, уже изначально в невыгодном положении. Люди опять же этого не поймут. Они будут думать, вина всему того, что ее осудили. Ну вы поняли. Или не доказано. Ну, кого угодно. Ну, никого угодно. Власенко же преподносит спецслужбы, власть, вы поняли, и так далее. То есть это будет преподноситься уже изначально, как вина. Вина же на самом деле в самом Власенко и выбранной защите им и его подзащитной. Что сегодня произошло? Сегодня. Да. Сегодня произошло. Я уже теперь сказал, начал уже с предыстории, да. Я попросил журналистов, да, о том, чтобы они освещали всегда объективно. Сказал о том, что мной заявлено открытое обращение. И это обращение не просто, я с подтверждением на каждое слово, на каждое утверждение там Власенко, да, какие-то посылания, да. Кроме всего прочего, это открытое обращение было отправлено порядка где-то 30 региональных и национального значения, как печатных, так и, вы поняли, телеканалов средств массовой информации. Я сказал, опять же, ну, повторюсь, об объективности, о ином мнении, о уважении и так далее, и тому подобное. Однако, в данном случае, затравленные люди Власенко, Кашемякиным, начали кидаться на меня. Это говорит, я же говорю, вот, как бы, сейчас мы разговаривали с одной женщиной, она правильно подчеркнула, это называется толерантность, уважение иного мнения, да. Право на мнение, я же тоже привожу пример, если у вас иное мнение, военная точка зрения, да, вот я сейчас на вас, или неудобный мне вопрос, буду кидаться, это достойно депутата, это достойно лица, наделенными какими-то властью, ну, в моем понимании, такой народный депутат мне уж точно не нужен, ну, вы поняли, который не может со мной поговорить, даже если этот вопрос ему неудобен, или я буду сейчас на вас, там, вы мне зададите, назовем так, не совсем удобный для меня вопрос, а я начну на вас кидаться, там, или еще что-то, ну, это называется уровень эрудированности. Кто сегодня, они вас оттесняли, что они делают, физически, что вы оттесняли? И один человек, я его не знаю, и второй человек, он потом представился, уже на лестнице, он начал меня выводить, за руку хватать, я потребовал у него представиться, народный депутат Кальчин, весь мнение изменяет память. И вот, тезис, вот, слушайтесь, я первый премьер-министр по чрезвычайным ситуациям, я командир, а ты подчиненный, я бы тебе, если бы ты был мой подчиненный, я бы тебе устроил. Ну, вывод, опять же, ну, вот, принцип, то есть, вы бог, а я, получается, никто, на самом деле не так. Конституция Украины четко прописала, что основным символом власти как раз является просто человек, да? И я точно такой же человек, как и народный депутат, и он обязан, наоборот, для моих прав, а не вот нежелание, невозможность. А теперь я кратко вам сформулирую, что, на мой взгляд, как бы со всей этой ситуацией. Я увидел, что они не могут говорить в плоскости закона различными гаслами, ну, вы поняли, ничем не подтвержденными, они вводят людей в заблуждение. И такие депутаты, такие защитники, да, и в том числе ныне сейчас желающие опять стать в власти, да, выдвигающие свои кандидатуры, изначально не могущие поговорить с простым человеком, ответить на вопрос, я считаю, недостойным, да. Это уровень эрадированности, интеллигентности. Нет, сначала я начал выступать, когда услышали, о чем, естественно, многим это не понравилось. Те, которые захотели освещать, они снимали, а те, которые нет, еще начали, ну, вы поняли. То есть пресса начали выступать? Нет, не так пресса. Там больше, я так понял, что происходило, какой-то мужчина, я не знаю, является он депутатом, либо нет, но вот он начал там подходить, не желать слышать иную точку зрения, не желать вообще ее выслушать и так далее. А потом, как я понял по указанию, скорее всего, Власенко и Кожемякина, да, женщины начали, ну, говорится, грубости, гадости, кидаться, ну, вы поняли, и так далее. Вот и все. Скажите, пожалуйста, вы планируете подавать какие-то заявления? Да, ну, мы же знаем, что согласно статье 95 УПК Украины, даже не только мое письменное обращение, а уже сообщение в СМИ о каких-то противоправных, и в последнее время прокуратура молодец. Ну, мало то, что я там с ними долго боролся в судах, но я вот, опять же, привожу пример, да, я как юрист, и я не скрываю, многие начали обвинять меня, что я принадлежу к какой-то партии, ну, называют партии. На самом деле, чтобы было понятно, и сразу каким-то образом пресечь всякие вот эти кулуарные эти, да, я не скрываю, я занимался юридическим сопровождением в 2007 году, но я не являлся партийцем. Партийцем я не являлся вообще никакой партии до 2011 года. Я не принадлежу к партии, я не принадлежу к партии, партии региона, вы поняли. Я являюсь партийцем Народно-Трудового Союза Украины. Но это не имеет отношения, это просто для того, чтобы понятно было, что на самом деле нужно уметь слышать иное мнение, уметь отвечать и уметь быть выслушанным. Что вы будете подавать заявку? Да, естественно, сейчас видеоматериалы, чтобы было, можно как-то это расписать. Опять же, в данном случае это есть препятствия со стороны круга определенных лиц профессиональной деятельности. На мой взгляд, ну, это, правда, обязанности органов суда, 185 со значком 3К, Украина. Как раз эти возгласы, и в суде это не пресекается, да, там, люли-воля, там, ганьба и так далее. Со стороны Власенко у судьи, там, глаз должен дергаться. Пусть он вспомнит, как на мои вопросы, и это запечатлено, и это дежурно. Вот это как раз показатель. Ему стало стыдно, у него уши начали красить, щелки красные. Вот это называется стыд, да. А в суде, который я просто, как бы, я занимаюсь, помимо всего прочего, это основной мой вид деятельности, например, это юридическое, да. Вот о чем я вам говорю. Прокуратура обязана отреагировать на средства массовой информации. Не только от моего. Да, мною будет подано заявление, но это будет, пока оно составлено, пока обработан материал, это где-то дня два. Но уже, я считаю, на мой взгляд, изначально прокуратура обязана отреагировать на то, что сегодня имело место. Это ее предполагает и обязанность 95-й УПК-уществу. Спасибо. Про заявление, которое уже было написано. Ну, юрист-правозащитник. Можно правозащитник говорить, да? Есть правозащитная, Харьковская правозащитная группа, да? Бущенко, я очень его давно знаю, общаемся, он хороший адвокат, но в уголовном праве не прошло. Не, это не к тому, чтобы, а просто объяснить, да? Он молодец. В европейском праве они спорят уже и защищают Димашенко и тому подобное, да? И есть, как второго СБУ, который нам будет слышно. Захаров. Захаров, да, но он на самом деле не юрист, да? И вот он именует себя правозащитником, да? Ну, как бы кратко под этот термин понимается защита права, защита закона. Александр, извините, что я убиваю. Вы правозащитник? И правозащитник, и юрист. А в качестве кого вы туда обращались? В качестве журналиста я обращаюсь. Поскольку я ссылался на свое открытое обращение ко всем. И если, ну, я считаю, это тоже нужно отразить. Вчера должен был Васенко явиться в органы прокуратуры, однако не явился. Не знаю, явится он сегодня или нет. По старому поданному мною заявлению, имеющим место, 5-го, по-моему, 5-го, да, числа и так далее. Ну, и можно отбить все эти. Я уже даже в прокуратуре приставил чуть ли не до сертификата, вы поняли, чек о торте. Торт был, это символизация праздника для людей, праздник для тебя. То есть они делают себе на этом политические баллы. Вот что это было подчеркнуть. А не кого-то, как они выражаются, кому-то передать, кого-то отравить и так далее. Но я уже предоставил, вы поняли. И чек, и сертификат, чтобы не было вообще каких-то даже домыслов, чтобы все было, вы поняли, четко ограничено, и об этом только мы говорили. Спасибо, Александр. Да, не за что. Как вас зовут? Не знаю, как вы поедете. Вы Харьковчанка? Да, я Харьковчанка, я бывший преподаватель. Вы каждый раз приходите, да, по стене? Да, я прихожу каждый раз, потому что этот сквер, который мы находимся сейчас, мы его весной убираем, мы его потолим, мы здесь гуляем. И каждый раз слышим вот такие шумные кампании, и здесь жители, которые уже устали жаловаться на то, что здесь шумно. Вот поэтому мы сюда приходим и знаем, когда следующее. А что сегодня случилось? Сегодня случилось то, что в очередной раз мы случились, это не сегодня, а в округе. Каждый раз наши гости уважаем. Вот смотрите, почему вы объявили женщину провокатором? Я вам сейчас скажу, вы провокатор. У вас брали интервью. Отойдите, подождите, у вас возьмут. А другого отверстия нет. Это показатель. Это их манера, понимаете? Вы мне рассказываете, я об этом буду говорить. Скажите, когда мне в ключе бесплатно. А им платят, регионам платят. Ну что сегодня случилось? И сегодня, и всегда, когда мы приходим сюда, наши приезжие, а возможно и харьковские граждане, которые в обычное время очень дружны, и мы никого никак не делим, и взгляды свои не высказываем. А вот сегодня и в некоторые времена кулиханят, обзывают нецензурными словами, ведут себя неприлично, толкаются, кричат, обзывают наших граждан. Вот как вы видели, дама сейчас, это их обычная манера общения. Толкаются, могут из-под тяжка щепнуть. Из-под милиции, из-под ряда милиции ударили меня вот сюда, насосом, вот сюда в косточку, насосом от велосипеда. Наезжали велосипедом. Я считаю, что мы свои все недовольства должны выяснять в суде. И опять-таки перейду к тому, почему я сегодня пришла. Пришла сегодня потому... Подождите, это было на улице сегодня? Это не сегодня, это было, я понимаю. Это на улице. Вы говорите, сегодня насосом послали. Не сегодня, не сегодня. В предыдущий раз. А еще раньше наехали велосипедом прямо вот на глазах у милиции. А сегодня применяются? Сегодня нет. Сегодня не было. Кроме оскорблений, нецензурной брани. Не было такого. Хочу сказать, почему я пришла, если вас интересует. Хочу сказать. Я пришла к апелляционному суду для того, чтобы поддержать наш суд. Правосудие наше. Потому что наша Юлия Владимировна Тимошенко, как никто другой в стране находится в таких условиях жизни и пребывания своего ограничения свободы или, как я не верю, смогу сказать. Но в лучших условиях не находится никто, ни один заключенный в нашей стране. И даже некоторые люди, не заключенные, не имеют таких жизненных условий. Если Юлия Владимировна больна, значит, должна лечиться, лечиться, она не хочет. Призывают иностранную медицину. Опять-таки, они ее не вылечили. Опозорила тем самым и нашу медицину, и юристов, которые находятся в суде. Пренебрежительное отношение к органам судебной власти, будем говорить, если это правильно. Неуважение, не толерантное, а даже вот пренебрежительное отношение. А в больнице, если человек болен, он должен лечиться. Он же в медицинском учреждении. А там постоянный шут, постоянное нарушение, не то что медицинской дисциплины, распорядка дня, а нормальной человеческой дисциплины. 149 граждан, лечащихся в больнице железнодорожной, написали заявление с просьбой, с просьбой им, дать им возможность лечиться. Ведь там же люди не на курорте, там люди лечатся. Лечатся, пытаясь сохранить или поправить свое здоровье. Там лозунги, там постоянное высказывание. Неуважительное, если будем говорить, именитолерантное отношение и к власти, и к нашей файковской власти, и к нашим гражданам, и гражданам нашего города и Украины. И я считаю, что это недопустимо. Мы все в Украине выбирали свою конституцию через народных депутатов, которые мы уже выбрали. Мы должны подчиняться все. И высокие мужи, и малые мужи. От министра до дворника, и любой гражданин. Это Кирилл Храпком. И каждый должен знать, что закон един для всех. Вор должен сидеть в тюрьме, а не лечиться в больнице. И не там где-то в больнице, в городе комиссии где-то, а в больнице, где узники учат. И не лежать просто на кровати, а что-то делать. Если нарушен человек закон, у него есть трудовая еще дисциплина. И Юлия Владимировна ничем не лучше всех других граждан нашей страны. И должна отрабатывать трудовую подлинность, так как это установлено законом и конституцией нашей страны. Вор должен сидеть в тюрьме. Спасибо. А чужой не сидит? И я сяду на днях, а может раньше. Спасибо большое. А там митинг продолжается. Но, собственно говоря, это уже не митинг. Уже расходятся, но еще есть. По большому счету, это предвыборный митинг с выступлением кандидатов по мажоритарным округам. Их так и представляли. Кандидатов мажоритарщиков. Стоп-камера под фонтанчик.